Девятая часть бесплатного курса «Как внедрить CRM за 3 дня» «Настройка CRM. Пошаговая инструкция». Весь процесс внедрения я бы условно разбил на три части. Сейчас мы быстренько пробежимся по каждой из этих трех частей. На каждой из этих частей можно выделить по одному дню. Именно поэтому наш курс называется «Как внедрить CRM за 3 дня». Более подробно о том, что делать в каждой из дней 1, 2, 3, вы узнаете в следующих видео. Для этого будут организованы отдельные вебинары. Там мы будем разбирать уже непосредственно процесс по внедрению CRM на примере Galloper. Но неважно, какую CRM-систему вы по большому счету используете, вы можете использовать тот же самый алгоритм по подготовке и внедрению к CRM. Смотрите, что нужно сделать в первый день. В первый день нужно проанализировать бизнес-процессы обслуживания. Это опционально, необязательно, но очень сильно помогает. Формализация этапов продаж обязательно. Без формализации этапов продаж, без обзывания каждого этапа продаж отдельным словом, вы потом не сможете настроить карточку клиента для того, чтобы ваши менеджеры при входящем либо исходящем звонке быстро могли определить цель предстоящего контакта, что необходимо сделать, какого результата нужно добиться для того, чтобы приблизить сделку к закрытию продаж. Дальше. Помните, я вам рассказывал в предыдущем видео о определении потенциала клиентов. Так вот, информация для определения важной информации клиентов обязательно должна храниться в вашей карточке. И ваша карточка должна содержать, в идеальном случае, она должна содержать в себе этап продажи, то есть где находится клиент в воронке продаж и второе его потенциал. Если потенциал определить не представляется возможным, то хотя бы в карточке должны быть поля, которые помогут вашим менеджерам по косвенным признакам определить потенциал клиента. Ну и разумеется, вы можете создать отдельный документ, техническое задание. Это не обязательно, но я рекомендую для того, чтобы вы сами не забыли, какой перечень полей для вас является, скажем так, для вас является обязательным в карточке клиента. Кроме всего прочего, вот почему не опционально? Потому что если вы воспользуетесь классическим, скажем так, подходом, то в принципе вы и так знаете, у вас в документации в регламентах прописано, как определять потенциал клиента. По идее, должно быть. Этот базовый документ один из важнейших в книге продаж. Но если и по большому счету один раз настроили карточку, все эти поля есть, если забыли, карточку открыли, посмотрели. Существенно сложнее, если вам нужен нестандартный алгоритм составления расписания. То есть многие сервис системы, в том числе Галтер, они позволяют автоматически составлять расписание работы менеджера. И даже если контакт просрочен, то переназначение даты звонка программа делается автоматически. При этом программа максимизирует прибыль для предприятия. И сначала она составляет алгоритм, я рассказывал уже в предыдущих видео, с точки зрения того, когда вы пообещали позвонить клиенту. И потом уже распределяет контакты в вашем расписании, либо в расписании контактов менеджера по степени близости к завершению сделки. То есть сначала самые горячие контакты с наибольшей вероятностью заключения сделки, потом менее, менее, менее и в самом конце новые контакты, холодные, которые неизвестно, когда еще деньги могут заплатить. Все это очень сильно влияет на продажи и максимизирует прибыль предприятия. Так вот, в случае, если вы используете нестандартный алгоритм составления расписания, не алгоритм по умолчанию, вот в данном случае составление ТЗ с описанием, каким образом у вас составлять алгоритм хотя бы по этапам продаж, лучше все-таки задокументировать в отдельном документе, иначе потом забудете. На второй день что вы делаете? На второй день вы можете, вы устанавливаете систему и, собственно, производите саму настройку. То есть первый день у нас посвящен аналитике, второй день у вас посвящен просто по настройке. И эту настройку вы можете, первый день вы не можете заутсорсить системному администратору, любому техническому специалисту. Вот второй день совершенно спокойно можете. То есть вы на второй день можете перепоручить системному администратору, любому техническому специалисту, заплатить деньги в техподдержку производителя. Они вам установят, импортируют данные, все, что нужно сделать. И во второй день у вас еще время останется для того, чтобы подготовить шпаргалки для презентации новой CRM-системы, новой программы, в которой будут работать ваши менеджеры по продажам. Третий день, все, пошел ввод в эксплуатацию с объяснением, что будет, как будет. Если очень коротко, то он состоит из двух частей. Это вы объясняете, делаете презентацию, так называемую продажу для ваших менеджеров по продажам. И цель этой презентации – это зажечь людей и показать им, как классно, как здорово, как много выгоды они получат от использования CRM-систем. И уже после этой так называемой внутренней продажи, чтобы менеджеры купили саму идею использования, это нужно для того, чтобы избежать сопротивления при внедрении, уже после этого вы обучаете менеджеров работе с использованием CRM и объясняете, как менеджеры будут анализировать результаты своей работы, обещаете их не ругать первый месяц и первые 2-4 недели, объясняете, каким образом они сами должны, на какие KPI обращать внимание, как они должны делиться информацией друг с другом и какие коррективы могут вносить по итогам анализа. В следующем видео вы узнаете о том, что будет, если не внедрить CRM, какие негативные последствия могут вас ожидать и что такого плохого работать без CRM. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok